Уже третий год подряд в Далгопилсе проводится конкурс на получение софинансирования для сохранения памятников культуры. Теперь круг домовладельцев, которые могут претендовать на поддержку самоправления, стал еще шире. До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе было наличие в объектах статуса памятника культуры государственного или местного значения. Теперь же софинансирование можно получить и на то, чтобы привести в порядок объект, который построен до 1940 года и находится на территории памятника градостроительства государственного значения в историческом центре города или Далгопилской крепости. Софинансирование можно получить на подготовку культурно-исторической инвентаризации, разработку строительного проекта или проведение строительных работ. В зависимости от вида работ, от суммы правления можно получить поддержку в размере 30-75%. С каждым годом интерес к программе возрастает. Уже поддержано более 10 различных проектов. На данный момент в основном были поддержаны проекты подготовки документации либо для проведения исследования, либо для оформления реставрационных работ, которые необходимо согласовывать как в управлении культурного наследия, так и у нас в строю праве. Разумеется, мы смотрим на проекты в долгосрочной перспективе. Если эта документация будет подготовлена и данный этап, требующий много усилий и времени, будет пройден, заявитель, успешно справившийся с задачей, в дальнейшем сможет претендовать уже на проведение строительных работ. Перед подачей документов претендентов призывают очень внимательно изучить положение конкурса, а также подать заявки своевременно. В случае, если у здания несколько владельцев, необходимо также договориться, кто будет представлять общие интересы. Оценка проходит в конкурсном порядке, а значит, крайне важно, чтобы заявка была подготовлена качественно, и к ней были приложены все необходимые документы. Консультации при подготовке заявки можно получить как в Департаменте городского строительства и развития, так и в Управлении национального культурного наследия. Конкурсные заявки принимаются в Департаменте городского планирования и строительства до 2 сентября этого года. С положением конкурса, объемами софинансирования, оценочной анкеты и другими деталями можно ознакомиться на домашней странице самоуправления daugupils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.